Канечо самураев. Рожился я градусником. На улице примерно плюс 3. Сейчас мы померяем температуру покрышки. Два градуса. Градус и четыре передние. Будем считать, что температура покрышек в районе одного-двух градусов. Плюс-минус градус роли не сыграет. Поэтому сейчас прогреваемся, едем и смотрим, что у нас получится при условии того, что проедусь по городу, мы где-то минут 10, небольшое расстояние, пару километров до работы. Так, о чем мы сегодня? Мы сегодня о том, что прогреваем шины, меряем термометром то, насколько они прогреваются. При температуре на улице 3 градуса шины были примерно. Градус 2. Но будем считать, что это погрешность на измерение бытового градусника. Вот я плавно добрался до работы. Сейчас быстренько померяем все, что можно померить. Вот это дополнительное занятие. Привет. Сейчас будем измерять энературу покрышек. Так, вот он будет отстать, так, чтобы никому не мешать. Наверное, вот здесь будем встать. Так, в прошлый раз. Врубаем. И меряем температуру покрышки. Погнал. 20 градусов. Давай еще раз. Вот здесь. 17 градусов. Центр прогрелся хорошо. До 20 градусов. Давай еще. 22. Интересно, что перед прогрелся больше? Странно. Наверное, погрешность прибора. Давай боковину. 17. Ну, кстати, и там, и там боковина 17. Делаем контрольный замер на мотоциклах, которые не ездили, а стояли. Ну, например. Например, вот эта. 19. Давно они у тебя на солнышке стоят? Да ты выкатил. А, они у тебя в боксе стояли. А у меня на улице. 17. Мотоциклы стояли в боксе. Поэтому колеса, естественно, теплые. В боксе плюсовая температура. Мой всю ночь стоял на улице. Колеса остыли до температуры окружающей среды. Ну и давайте померяем пихло. 50 голова задняя. Ну да, прохладненько. Давай трубу. О, перебор. Сгорел и умер. Короче, сейчас разденусь. И подумаем, какие выводы можно из этого сделать. Итак, прошло примерно около часа с момента, как я приехал. Мотоцикл стоит в тени. Колеса остывают. Сейчас опять померяю температуру. Посмотрим, насколько они остыли за час при температуре воздуха в районе, наверное, уже плюс четырех, плюс пяти на улице. Поехали. 7,5 градусов. Передок. Сколько у нас? 8. Что заметил, что переднее колесо греется чуточку больше, а заднее чуточку меньше. За час колеса остыли до 7,5 градусов. Примерно до 8. И еще будет интересно сегодня вечером, когда будет очень холодно, прокатиться по кольцевой, посмотреть, что будет на скорости. Там сколько получается? Где-то километров 15 до дома. Насколько они прогреются, когда я проеду по кольцевой. Эксперимент продолжается. Я надеюсь видно. Мы продолжаем. Эксперимент. Рубрика эксперимента. Мотоцикл простоял весь день. Сейчас уже стемнело. Так, последние 8 градусов. Так. Меряем. 3,2 градуса. Переднюю. Меряем. Меряем. 4,2 градуса. Передняя почему-то теплее. Не знаю. Ну что ж. Теперь. Прохватим. Так. Спокуха. Холодно тебе, да? Так. Теперь мы прохватим до дома по кольцевой. На уже большей скорости, чем в городе. Там у нас есть участок, где можно ехать в сотку. Ну и посмотрим, что же получится с покрышками. Как они прогреются. Полет проходит нормально. Температура за бортом. Не могу убрать руки с руля, чтобы переключиться. Здорово, еще один отбитый. Ха-ха-ха. О, блин. Ты в кроссовках, что ли? Я надеюсь, не в кроссовках. Потому что в кроссовках точно ноги отмерзнут. Так. Ну что достаётся? А. Температура за бортом. Температура за бортом. Сейчас посмотрю на светофоре. Установлюсь. Переключу. Двигатель 77 градусов. Температура за бортом. Ну, давай пристраивайся. Так. Температура за бортом. Оно. Четыре градуса. Ну что ж, выезжаю на кольцевую и грею по крышке. Так. Запомнили. 620 км. Сколько километров я проеду по кольцевой, чтобы прогреться. Мой эксперимент походу чуточку проваливается, потому что здесь какая-то подогде. пробка, но я надеюсь, что она ненадолго, чтобы я мог нормально выехать. Рейхов совсем немного, тут буквально от Зеленого Луга вот до проспекта. Так, а дальше вроде двигается, да? Ладно, короче, значит, эксперимент продолжается и едем домой. Так, начали делать замеры. Быстро-быстро, пока нет с него. Поехали. Что, низкая температура сильно замерз? Ну, просыпайся. А, стоп. Так, надо переключить. Домик. Поехали. 29 градусов. Режим домик, просто там режим человек, получается, что-то не хотел мерить. Давай еще раз. 30 градусов. Боковина. 31 градус. Короче, колесо заднее 30 градусов. Дети, чего орете? Так, передние. Давай самое интересное. 27 градусов. 27 градусов. Ага, заднее горячее было. Ну, скорость была большая. Давай еще раз. 27 градусов. Самое интересное. Ручки. 37 градусов. Почему прогрязь, потому что были включены, чтобы было тепло. Так, это мужик поставил так машину, что я отсюда не уеду. В общем, какой можно сделать вывод? Эксперимент удался? В общем, чтобы надолго не затягивать, объясню в двух словах. Эксперимент удался. Посмотреть, как покрышки себя чувствуют при такой погоде. При спокойной, размерной езде по городу, они прогреваются где-то до 20 градусов. При покатухе по МКАДу, они прогрелись до 30 градусов. В целом, считаю, очень адекватный показатель для спортивно-трессических покрышек. Мне не нравится. Цифры у вас есть. Ну, как бы, вот так. Да, на улице свежо, но при этом держак был хороший. Это при условии, что, ну, как бы, дорога сухая. Поэтому можно было бы попробовать такое сделать в дождь. Но я не уверен, что у меня будет желание морозиться при плюс 1-2 в дождь. Но будет зима, будет сухо. Посмотрим, может, еще зимой покатаемся. Так что покрышки отличные. Всем пока. Пока.